Привет! Вы на канале про продукт, как правильно готовить и сколько варить горох. Немногие хозяйки готовят горошек из-за того, что он иногда пригорает, остается жестким и раскисает, а еще он долго варится. Стоит ли по этим причинам отказываться от богатого источника белка, витаминов и микроэлементов, который служит основой для вкуснейших блюд? Сколько времени варить горох, чтобы он был мягким и вкусным в разных блюдах? Как готовить горох? Горох относится к семейству бобовых, а все представители этого семейства варятся не быстро, поэтому перед готовкой его необходимо замачивать. Такие сорта, как орегон и айдаха, варятся без замачивания, на гарнир и в супе, в среднем 35 минут, для пюре в течение часа. Чтобы приготовить другие сорта, не замачивая, нужно тщательно промыть зерна, опустить в холодную воду, поставить на сильный огонь. После закипания жидкости, снять кастрюлю, слить горячую воду, промыть бобы, влить холодную воду и снова поставить на плиту. Проделать это трижды, а после оставить на плите, пока он не начнет развариваться. Сколько варить горох без замачивания, если на это нет времени? Сухие зерна можно сварить за час-полтора. Совет. Нельзя добавлять соль во время варки блюд из бобовых, иначе зерна не размягчатся. Соль добавляется перед тем, как снимать кастрюлю с плиты. Что такое дробленый горох? Дробленый горох – тот, что расколот на две половинки. Он идеально подходит для приготовления каши, пюре и котлет, в то время как цельный незаменим в супе. Сколько варить горох для пюре? Чем дольше, тем лучше, главное варить колотый горох на слабом огне и желательно в тяжелой толстостенной посуде. Как готовить гороховое пюре? В кастрюлю выложить вымоченные бобы, промыть и залить водой на первую часть бобовых третьего части жидкости, после чего поставить на медленный огонь и закипятить без крышки, не допуская образования пены. Когда жидкость закипит, крышку убрать и варить гороховое пюре до готовности, пока зерна не станут развариваться. При необходимости измельчения можно использовать блендер. Гороховое пюре с помощью кухонных девайсов. Для того, чтобы приготовить пюре, варить горох в мультиварке нужно в два этапа. Вымоченные и промытые зерна уложить в чашу, залить водой 1 копейка трем и установить программу тушения на 2 часа. По окончании программы добавить масло и приправы и установить ту же программу на 10 минут. Для приготовления пюре из горошка в скороварке понадобится замоченный горошек, вода, масло и соль. Зерна необходимо томить на минимальной мощности примерно час, после чего выключить скороварку и не открывать крышку еще 10 минут. Потом измельчить вареный горох блендером с добавлением масла и специй и оставить на 5 минут, чтобы смесь настоялась. Как варить гороховый суп? Супчик из горошка – отличный вариант обеда, особенно если бобовые варились вместе с копченостями. Приготовить такой суп очень просто, а результат превзойдет все ожидания, если придерживаться рецепта. Рецептов подобного супа разной сложности очень много. Как варить гороховый суп? Первым делом промыть зерна, вымачивать их 40 минут и поставить вариться на слабом огне одновременно с мясными ингредиентами. Пока основа варится, надо измельчить овощи и добавить их в закипевший бульон. Для супа пюре больше всего подходит замороженный зеленый горошек, который нужно измельчить в комбайне до консистенции кашицы. После чего залить горячим мясным бульоном с добавлением приправ и масла. Сколько варить горох в супе? Сухие зерна примерно полтора часа, вымоченные 40 минут. Гороховая каша – отличное зимнее блюдо. Любая каша полезна, но гороховая в особенности, ведь горох – это растительный аналог мяса по содержанию белков. Для каши подходит любой горошек, но именно от него зависит, сколько варить гороховую кашу. Чтобы каша была вкусной и однородной по консистенции, цельный или дробленый овощ надо замочить на ночь в ледяной воде, а поутру промыть и поставить вариться на слабый огонь на полтора часа. Чтобы варить замороженный горох, для каши понадобится 20 минут. Чтобы заморозить горошек самостоятельно, нужно достать бобы из стручков, расфасовать по контейнерам и убрать в морозилку. В результате получается запас вкусного и полезного гарнира на зиму. Для придания особого вкуса гороховым блюдам, их приправляют куркумой, фенхелем, кориандром и чесноком. Также в них добавляют грибы, обжаренный бекон, чеснок, лук или грибы. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok